Меня всегда удивляло то, что в маленьких странах, которые не могут сравниться по мощи, по ресурсу с нашей страной... В том числе по ресурсу от культурного наследия. Вот эти все вещи, они удивительно, так сказать, очень четко отрегулированы. И вот эта вся старина, все историческое наследие, оно работает. Именно так. Потому что что не работает, то умирает, как известно. Абсолютно. Но тут надо еще два аспекта, я хотел затронуть. Первое. Надо понимать, что реставрация, о которой идет речь все время, в связи с теми объектами, которые мы обсуждаем, это не ремонт. Реставрация – это очень творческий, удивительно, достаточно продолжительный, то есть времяемкий, очень технологичный процесс. Но мне кажется, что за последние, скажем, 3-5 лет, мне кажется, что вот наше национальное внимание, оно в каком-то смысле развернулось. И мы повернули свой взор немножечко внутрь нашей страны. И мне кажется, эти процессы, вот так сказать, вообще историческая ситуация, политическая ситуация в мире, наш взор обращает внутрь. И мне кажется, что вот то, что люди, как было сказано ранее, перестали бояться. Потому что это действительно было настолько зарегламентировано все эти годы после советской власти. Правила не до конца были все придуманы. Всяческие, так сказать, были разногласия между ведомствами, да, так сказать, кому принадлежность, собственность. Огромное количество вещей, очень часто противоречивых вещей. Вот мне кажется, что вот этот процесс сейчас пошел, я надеюсь, что это станет еще проще с точки зрения бюрократической. Вот. И мы просто спасем огромное количество, ну не огромное, но хотя бы какое количество исторических зданий, вот, которыми Москва безумно богата. Так ведь уже многое спасено. Ведь доходный дом Григория Горбунова, там же теперь гостиницы, да? Да. Расскажите, да, об этом. Там гостиницы, это удивительный тоже комплекс доходных домов, старообрядство Горбунова, промышленника, который, опять же, в предвоенные годы вложился в большой такой вот конгломерат из доходных домов. Но главным зданием, вот, оно было начато строительством в 905 году и окончено в 908. На первом этаже располагалась старообрядческая типография. Другие этажи, это вот, опять же, классика, вот, конца 19-го, 20-го века, это вот доходный дом. Вообще, в принципе, мы вот говорим про рестораны, мы говорим про некие общественные пространства. Вообще, нужно еще, мне кажется, культивировать, что важно жить в объекте культурного наследия. Что это не только что-то общественное, что это... Есть и некоторые проекты, которые делают из этого действительно... Это, конечно, с высоким, там, прайсом, ценой, но жить в объекте наследия, отреставрированном, и вот в тех самых, там, пропорциях и сохраненных, там, даже интерьерах, может быть, только общественных пространств, это... Это большое... Большой кайф.